Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередную лекцию цикла публичной лекции Полит.ру. Мы, напоминаю, с июня рады поддержке российской Вечерной компании, которая сочла этот проект, достойным этой поддержки, полезным для своих уставных целей. Мы... так случилось, что за годы существования этого цикла, хотя у нас было немало представителей того некоторого явления в истории нашей науки, культуры, которая называлась Тартовско-Московской структурно-семиотической школой. В общем, было много ее представителей, от, так не знаю, Речла Всеволодовича Иванова до Сергея Юрьевича Никлюдова. Но никогда, собственно, разговора о семиотике у нас так и не происходило. И сегодня мы о ней все-таки поговорим. Наш сегодняшний гость, фигура в некотором смысле легендарная. Опять-таки, что такое для возникшего в 91-м году Российского государственного гуманитарного университета, факультет лингвистики, это тоже, я думаю, когда-нибудь будет предметом интереса историков науки, историков культуры, вот Александр Николаевич, собственно, его создатель. Факультет в каком-то виде, конечно, существует сегодня, у нас выступали его представители. Но, правда, это, так как человек, отчасти наблюдавший это чуть-чуть сбоку, могу сказать, что было по-своему замечательное явление. Регуально традиционная, собственно, лекционная часть, после которой можно будет задать какие-то вопросы, с какими-то репликами. Пожалуйста, Александр Николаевич. Спасибо. Я все-таки попробую походить, потому что мне так удобнее общаться с народом. Да, у меня... Спасибо. Меня, прежде всего, очень удивила наполненность зала. Я, вообще-то, собирался вам как-то поведать о том, что в семиотике страшный, чудовищный кризис, что семиотикой, в общем-то, практически перестали заниматься, занимаются какими-то ответвлениями семиотики, ну, скажем, там, коммуникативистика возникла сейчас на горизонте, или, там, герминаевтика, скажем, там. Вот все это науки такие семиотического цикла и науки, которые сейчас претендуют, в общем, на такое более широкое, более важное такое место, чем семиотика. Но вот я постараюсь показать, что на самом деле все это, в принципе, ответвление такие семиотики, а вот семиотика — это такая базовая наука, и не только для вот этих перечисленных наук, но и для огромного цикла целого. Ну, практически все гуманитарные науки просто туда входят, в сферу семиотическую. Но и все остальные науки, на самом деле, поскольку у каждой науки есть мета-язык, на которых физики там объясняются с физиками, математики с математиками и так далее. Это все тоже знаковое образование, естественным образом, поскольку язык любой совершенно это знаковое образование. Значит, соответственно, семиотика, ну, как бы лежит такая мета-наука, которая связывает, собственно говоря, все науки. Но особенное отношение вот она имеет к гуманитарным наукам. И Арман Никапсон, один из классиков семиотических исследований, считал, что вообще-то вот семиотика должна стать теоретической основой для всех гуманитарных наук, с такой теоретической базой. Ну вот теперь, я не знаю, поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что он знает о семиотике все. Нет таких, да? Ну, это, в общем-то, радует меня. Вдруг как-то, вот, я не все знаю, а тут присутствует человек, который все знает. Ну, тогда поднимите, пожалуйста, руки, кто имеет такое хорошее представление о семиотике. Тоже вот. Есть хорошее представление о семиотике. Ну, и теперь поднимите руки, пожалуйста, кто имеет такое отдаленное представление о семиотике, кто хотел бы ознакомиться с тем, с чем, собственно говоря, едят. Ну, много, да, много. Ну, тогда давайте я начну просто с термина, потому что вот для меня во всех моих исследованиях терминология играет просто колоссальную роль. Я считаю, что это хребет становой, костяк любой науки. И вообще, как говорят логики, собственно говоря, мета-язык в некоторой науке и есть ее теория. Вот, поэтому, ну, я так в двух словах просто остановлюсь, во-первых, на термине самосимеотика. Я считаю, что вот термин очень похож на кристалл. Он появляется и начинает расти в перенасыщенной среде. Только средой этой для термина является мысль, множество некоторых идей, в которых вот предмет, который обозначается данным термином, является главным героем. Вот такое литературическое определение. Потом главный герой, и когда он становится главным героем, он появляется, начинает каким-то образом расти, обрастать какими-то подробностями, информацией и собирать вокруг себя все, что имеет к нему отношение. Вот. Вот в этом смысле термин самосимеотика очень древний. Он появился в Древней Греции. Ну, сначала просто как слово, которое обозначало, сначала как слово семейен, которое обозначало знак, признак и еще гробница. Встречается вот у Гонера, в частности. Потом вот у стойков, нет, сначала у медиков. У медиков, медики присвоили себе этот термин и начали им обозначать признаки болезни. Ну, грубо говоря, симптоматика. Значит, семейотика, как наука о признаках, ИК, это там, как математика, там, и так далее, физика, и так далее, обозначает учение О, или там, науку О, ну, соответственно, там, о знаках, о признаках. Вот поскольку у этого семейен было значение, такой признак, вот оттуда возникло, начало развиваться, целое направление в медицине, а именно симптоматика. И более того, могу сказать, что так до сих пор вот этот компонент, дисциплина в медицине так и существует. Семейотик вы можете просто встретить во многих медицинских, научных трудах, именно вот в этом значении. Но потом стойки присвоили себе, философы стойки присвоили себе тоже это имя и придали им другой совершенно смысл, более широкий, не то чтобы совсем другой, более широкий просто, и стали им обозначать учение вообще о знаках, о любое. Ну, в философии этот термин изредка мелькал после стойков, но не то чтобы особенно интенсивно употреблялся. А вот новую жизнь он получил уже в совершенно другом государстве и сильно позже, а именно в Англии. Вот Лок, знаменитый философ, придал ему новое значение как науке о знаках, одной из наук, такого цикла, гуманитарного больше. Потом уже эту идею поддержал Ламберт, который издал просто книгу под названием «Семейотика». Вот, ну, у него тоже было немножко другое понимание, вкладывал в этот термин. То есть вот такой системы использования пока еще не было. А вот система использования началась уже с Чарльза Сэндерса Пирса. У меня, к сожалению, нет, по-моему, фотографий там Пирса. Но это философ, который жил в 19-м, начале 20-го века. Он был не только философ, он был еще и химик, он был еще и логик, и математик. У него было очень много специальностей. Человек он был такой сложный, неуживчивый, очень гордый. Поэтому, как про него говорили, в Америке, где он жил, собственно говоря, не нашлось университета, который мог бы его вместить в Пирса. И он тоже был такой фрилансер, как я сейчас. И занимался и переводами, и писал статьи в научные журналы. Но, в общем, как-то ему так не удалось достаточно долго преподавать. Поэтому, зная моего, по работам, учеников у него было мало. Ну, то есть вообще просто, можно сказать, если говорить о семиотике, то не было совсем. А вот философия, которую он развивал, которая называлась прагматизм или прагматицизм, по-разному он ее называет, вот здесь у него были последователи и даже целое направление, можно сказать, философии у нас наоборот. Вот оно в основном базировалось в Америке и считается таким типично американским направлением философии. В конце XIX века еще два замечательных человека. Один из них был лингвистом, Фердинанд де Сосюр, его фамилия. Наверное, вы слышали про него. Независимо совершенно от Пирса, в своих рассуждениях о лингвистике, Платон сказал такую более общую науку, в которую могла бы включиться лингвистика. И вот выдумал такую новую науку, тоже назвал ее семиология. У нее, правда, было несколько названий, там он предлагал еще сигнология, но вот прижилась семиология. И у Сосюра как раз было уже очень много учеников, и не только лингвистов. Школа Сосюра, наверное, больше, чем школа Пирса в современной семиотике. И это совершенно отдельные две школы, которые по-разному развивались, у которых разное ядро лежит в основе всех семиотических идей и так далее. Еще одно имя можно было бы назвать в качестве важного такого лица в семиотике. Он никогда не произносил слово семиотика и, в общем, никогда не говорил ничего о семиотике. Но зато он первым придумал, как анализировать знак. То есть, вообще-то, в принципе, первыми людьми, которые обратили внимание на то, что у знака есть устройство, какая-то структура, были стойки. И они рассуждали так, что знак состоит из трех частей. Первая часть – это то, что мы слышим, и варвары слышат. Вторая часть – это то, что, грубо говоря, то, что звучит, звучание, звук, например, имени. Вторая часть – это тот объект, который обозначается. Ну, они в основном сосредоточились на объектах внешнего мира, поэтому они говорили, что это то, что мы видим и варвары видят. А вот третий компонент знака, говорили стойки, и это мысль, которая вложена в этот самый знак. И вот мы ее видим, а варвары не видят. Вот. Рассуждение хорошее, но, в принципе, не очень понятно все-таки, как проверить, действительно ли там что-нибудь под этим наблюдением есть. И вот Фрэгги был первым человеком, который придумал, как, собственно, показать миру, что действительно три этих компонента в знаке, ну, по крайней мере, вот этих три компонента, они существуют каким-то образом. Вот. И он обратил внимание на равенство, математические в частности. Вот. И сказал, что вот вообще-то, в принципе, у знака, на самом деле, бывает три типа равенств. То есть это не вот такой а равно а и все. Там, как в алгебре постулируется. Такие равенства Фрэгги считал неинтересными. А вот именно такие знаковые равенства, которые состоят из, на самом деле, трех равенств, они, в принципе, интересны. Ну, и он их озвучил, собственно, эти три типа равенства. Он говорил, что, во-первых, это бывает равенство означающих. То есть, когда, ну, например, там, возьмем слово «три», да? Вот, когда говорится там, что в слове «три» три буквы, да? Это имеется в виду означающее. И слово «три» в этом смысле, слово «три», которое обозначает число, в этом смысле равно, например, слову «три» как по великому наклонению глагол «утереть». Правильно? Вот. То есть, в этом смысле у них означающие совершенно идентичны. Но не идентичны все остальные компоненты, естественно. Второй тип равенства, говорил Фрэгги, это равенство, ну, обозначаемых объектов. То есть, например, можно сказать, там, утренняя звезда, это пример Фрэгги. А можно сказать, вечерняя звезда. А иметь мы будем в виду одно и то же, пенеру. Да? Значит, у него еще третье имя есть. Значит, вот это равенство называется калифериантностью, в лингвистике называется калифериантностью. Фрэгги его называл просто равенством обозначаемых объектов, и все. А в лингвистике это называется калифериантностью. А третий тип равенства, это равенство идей, которые вложены в знак. И лингвисты это называют просто синонимей. Это известное вам значение. Потому что, например, там, бегемот, когда мы говорим бегемот, это то же самое, что гифопотан. Да? Значит, по означающему, это два разных знака, значит, между ними равенства нет никакого. По обозначаемому объекту, ну, там, можно обозначить словом гипопотан одного, одну особь толстую, вот такую, с двумя зубами, вот, или с четырьмя. А можно другую, а бегемотом другую. Тогда получится у нас, эти два слова обозначают два разных объекта. Значит, тоже может не совпадать. то есть равенства здесь тоже может не быть. Вот. А вот как раз то, что называется в лингвистике, в семиотике интенсионалом, то есть то, что составляет содержание этой самой идеи, у них абсолютно одинаковое. Ну вот, Лейдниц для таких случаев предлагал использовать процедуру переименований. То есть если можно заменить гиппопотан на бегемот во всех контекстах, то, значит, тогда получается, что они равны по этому самому интенсиональному компоненту. На самом деле, здесь есть один подвох. Дело в том, что когда мы говорим, опять же, в слое бегемот столько-то букв, да, то оно не будет равно гиппопотану. И его нельзя будет заменить на гиппопотан, потому что в слое гиппотан, я не знаю, может быть, одинаковый, даже перечислить букв. По-другому, значит, в слое бегемот вот такие-то буквы, а в слое гиппопотан вот такие-то буквы. Уже ничего заменить нельзя. И в некоторых, так называемых, автонимных контекстах тоже нельзя будет заменить. Слово бегемот на слово гиппопотан. Ну, допустим, когда мы скажем, что некоторый человек считал, что бегемот это вот одно, а гиппопотан это другое. Значит, здесь опять не будет возможности нам поменять одно на другое, потому что человек считал, что гиппопотан это вот то-то, а бегемот это вот то-то. Значит, здесь уже опять ничего не заменить. вот. да, и Фредди, кроме всего прочего, исследовал еще и как нужно заниматься семантикой, то есть вот этим самым интенсиональным компонентом знака. Ну, и потом вот мы еще на этом остановимся, когда будем подробно говорить уже о знаке, я вам еще кое-что про это расскажу. Какие были идеи у Фредди на эту тему, какие идеи были еще у Платона. Платон тоже очень важная фигура, но я пока его не упоминал, потому что Платон в смысле рассуждения о структуре знака, я считаю, что ему просто нет конкурентов никаких, ни в какое время, и в том числе в настоящее тоже. Вот, то есть моя, например, моя трактовка знака такая чисто платоновская. Я считаю, что она лучше и самое правильное. Вот, теперь я поговорю еще немножко о судьбе. Вот, семиотика возникла в результате опубликования трудов вот этих трех гигантов мысли, и затем она каким-то образом начала развиваться. Но надо вот понимать, что в принципе на первоначальное формирование науки очень сильное влияние оказывает то, от чего она, собственно говоря, отпочковалась. И в этом смысле вот работы Фрейгия, работы Кирса и работы Стасера это три разных начала семиотики. то есть они задали некоторые разные ядерные такие вот компоненты семиотики. Именно потому, что Пирс, например, считал, что логика и семиотика это одно и то же. То есть логика вообще должна заниматься тем, как устроить знак, какие бывают равенства знака, что такое истинность применительных знаку и как работает знак в сообщениях, которые уже можно оценивать с точки зрения истинности и ложности. В его семиотических работах появляются первые истинностные таблицы, так что логики считают, что вот Пирс был одним из основателей математической логики наравне с Фрейгой, кстати. Фрейгой тоже он не считал, ну поскольку он такого слова не использовал никогда, он не считал, поэтому он не считал. Кто не знает, как-то там ну неважно, про Лополисе есть такое стихотворение замечательное, старо-французское, вот кто не знает Лополисе, тот, наверное, не слыхал о господине Лополисе. Вот у Фрейгой то же самое. Фрейгой не использовал семиотик, поэтому мы не знаем, как он считал, соотносится семиотикой и логикой. Сосир совершенно по-другому смотрел и на знак, и на... вот Сосир первый, собственно говоря, рассмотрел наоборот понятие коммуникативного акта. Это такой элементарный акт коммуникации, который происходит между двумя участниками коммуникации. вот он создал первую схему. Она была очень простая. Вот есть адресант, есть адресат и сообщение. Вот, собственно говоря, вся схема очень простая. Вот, впоследствии эта схема была очень сильно усложнена в процессе исследований семиотических. Вот, но я об этом еще тоже буду, видимо, говорить. таким образом у Сосюра, да, и кроме того, если говорить о структуре знака, то у Сосюра была такая идея, что вообще-то наука должна изучать только постоянные компоненты, только постоянные какие-то явления. А вот вещи, которые меняются, скажем, в знаке. Вот в знаке один и тот же знак, ну, допустим, возьмем слово «человек», да, человек может обозначать Иванову, Петрову, Сидорова, там, вот, значит, для Сосюра Иванов, Петров, Сидоров от переменной величины, он ее из знака изымает. Вот, говорил Сосюр, вот, каждый, каждый человек может произнести слово, скажем там, Петр совершенно по-своему. Не будет особый тембр звучания, значит, он особым образом может произносить звук «р», «р», «ре», там, какой-нибудь «хи» решение в этом роде. Вот, значит, тоже, это такая вещь переменная, значит, фонетику мы тоже исключаем от состава знака, и у нас остается только фонологический состав, в качестве означающего, то есть состав фонем, грубо говоря, можно считать, что фонем и буквы сейчас различать не будем, значит, состав букв там какой-нибудь, и вот, собственно, все в означающем. Вот, таким образом получается, что у Сосюра было всего два компонента в знаке, а не три, как говорили, например, «стойки» или «фрегги», а именно вот означающие и означаемые, он там в означаемом ничего не различал. Ну, с другой стороны, вот, Сосюр не проверял, как фрегги с помощью равенств, какие бывают у знаков равенства. Значит, если мы исключим все-таки вот этот компонент, ну, скажем, там, объекта обозначаемый, то у нас не получится референциального равенства, которое для лингвистики имеет очень существенное значение, ну, там, если просто возьмем такой простой случай, как замену какого-нибудь имени местоимением или какой-нибудь там именной группой, которая обозначает на самом деле то же самое. Вот, для понимания текста это же безумно важно, что обозначается один и тот же объект, Вася и он, да, вроде бы все там у них разное, означающее, интенсионал разный, а вот референтность у них одинаковая. И для лингвистики это очень важно. Значит, получается, что для сосюра вот эта референциальная часть, она вообще из исследований лингвистических выпадала. При том, что там еще есть одна важная деталь, которая связана вот с этим референциальным компонентом. Дело в том, что каждый референт должен быть определен относительно некоторого мира, в котором он определен и в котором, собственно говоря, он живет и функционирует. Ну, скажем там, вот давайте себе представим, что мы сидим на театральном представлении. Идет пьеса. Один актер взаимодействует с другим актером в качестве двух персонажей какой-то вот этой самой пьесы. Вот. Если представить себе, что вдруг зритель начинает вмешиваться в действие, вот был когда-то случай, когда Райкин выступал и кто-то с места стал вставлять реплики в ее выступление. Он остановил на выступлении и сказал так, в этом зале говорю только я. Вот. Что это значит, что мы говорим? На самом деле на сцене действует особый мир, в котором определены те персонажи, которых играют актеры, но зал это другой мир и он не имеет права входить в тот мир, который присутствует на сцене. Вот. И между залом и сценой естественным образом должен быть некоторый договор, что люди, которые себя в зале верят в то, что происходит на сцене, ну как будто это действительно происходит на сцене, как будто есть реальный дядя Ваня или реальный какой-нибудь я не знаю, Габлетт или что-нибудь в этом роде. И вот между Габлетт и Клавдин происходят какие-то события, какие-то отношения возникают у них. вот, это очень существенная тоже деталь для характеристики знака и для характеристики текста, в котором знак исполняет некоторую такую важную, наполняет некоторую важную функцию. Ну и в литературных произведениях тоже это безумно важно. Я вот как-то анализировал у меня есть работа послова о полку Игореве и там вы помните все этот пассаж про Бояна 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 Ящик Мопотяша Песня Творите Растекашек Мысли Подрева и так далее. Оказывается если нужно понять в каком мире собственно говоря происходит событие где Бояна Растекашек Мысли Подрева и различные переводчики которые переводили этот кусок понимали это совершенно по-разному там вплоть до того что были такие вот идеи что было действительно такое древо по которому вариантом взбирался я не знаю что еще вот а дальше еще есть один пассаж в слове Игореве где говорится уже о мысленном древе и собственно говоря это имеется ввиду то есть древо это существует только в мысли значит в определенном только мире и это там Боян разгонялся мыслью Растекашек кстати совершенно неправильно трактуется переводится в большей части переводов на самом деле современный русский язык сохранил только одно значение этого самого Растекашек это значит растекаться вот о жидкости больше никакого а на самом деле есть в русском языке глагол который сохранил текать знаете такой глагол течь вообще-то вот этот корень обозначал быстрое перемещение просто и очень получается что Боян разгонялся мыслью вот и поскольку вот это древо это на самом деле древо мира а у древа мира различаются крона ствол и корни это три компонента которые которым сопоставляются разные части мира подземный мир земля и горний мир где живут боги вот то соответственно если вот это учесть то мысль совершенно по-другому должна пониматься чем просто там растекашится ну как сейчас толкуется это растекается мыслью по древу значит там начинает вдаваться в какие-то подробности несущественные там и так далее вот так что вот это понятие мира которое тоже относится к референциальному статусу некоторому оно тоже для знака безумно важная деталь и нужно обязательно определять в каком мире живет референт какие правила правила какого мира к нему применимо как и собственно говоря неприменимо ну или там взятка Набокова допустим Набоков вообще не предупреждает никогда читателя и часто такие аберрации появляются то есть когда читатель собственно говоря не понимает о чем идет речь о воспоминаниях героя о реальном мире или там о мечтах его каких-то там и так далее и Набоков это все сознательно делает он смешивает вот эти вот самые миры или там у Борхеса в огромном количестве его замечательных маленьких таких вот вещей нужно обязательно разбираться где какой мир работает в каком мире собственно говоря происходит событие которое там Борхес описывает и так далее то есть это получается тоже для знака безумно важная деталь которая у Сосюра значит вот напрочь выпадает ну вот в современной семиотике в принципе так все и идет одни идут за пирсом и у них значит получается одна структура знака причем для пирса вот в знаке у пирса есть какие-то колебания мнения очень понятные и я так до конца в общем-то и не понял что имеется в виду у него когда он говорит слово знак то есть иногда под словом знак пирс имеет в виду только означающее то есть только в слове 3 три буквы больше ничего вот а иногда он имеет в виду все компоненты знака и тоже если значит пойти на поводу пирса тоже как говорил Владимир Ильич попадешь в самый смешной просаг потому что когда будешь уже заниматься тождествами равенствами знаков то значит тогда получается непонятно что делать потому что по пирсу получается что только три как число и три как поведительное наклонение глагола тереть это два равных знака больше ничего не получается вот есть правда у пирса одна такая хитрость у него есть интерпретатор вот и интерпретанта вот если учесть еще но вроде бы он не говорит что-то компонент знака это отдельная какая-то деталь которая к знаку по пирсу не имеет в общем-то ну непонятно имеет какое отношение ну теперь значит вот я несколько слов хочу сказать еще о судьбах семиотики последующих таких после вот работ классиков особенно в 50-е 60-е года семиотика стала очень модной дисциплиной и она начала перекочевывать в различные гуманитарные дисциплины причем там какая социальная такая вот ситуация была то есть допустим у человека появились какие-то новые идеи которые в принципе всегда в науке очень тяжело обретают жизнь и для того чтобы они обрели жизнь ну например можно применить такой прием сказать что вот это не просто там литература ведения допустим а это семиотика литературы ведения да вот и начать по новому по новой схеме какой-то исследовать произведения литературные и объявлять то что у вас получается значит семиотикой или литературной семиотикой ну обычно просто семиотикой то же самое происходит допустим в музеологии в искусствознании или там в искусствоведении не знаю как правильно вот в лингвистике то же самое происходило то есть очень многие семиотические идеи получили новую жизнь в каких-то вот таких разных научных дисциплинах вот но при этом никто из тех кто в этих дисциплинах семиотику каким-то образом как бы развивает не занимается фундаментальными проблемами семиотики ну то есть взять например Юрия Михайловича Локмана которого я обожаю он действительно замечательный ученый замечательный литературный вед но Локман никогда не занимался ни проблемой знака структуру знака ни проблемой того как функционирует знак в художественной литературе ни проблемами коммуникативного акта скажем там ни другими какими-то теоретическими проблемами я уже не говорю о том что вообще-то в принципе надо было бы посмотреть и обобщить все-таки вот это вот понятие знак надо рассмотреть еще с некоторой точки зрения кто использует собственно говоря знаки и вот в этом смысле семиотики тоже разделяются на несколько таких кланов есть такой клан который сейчас возглавляет Умберто Эко скажем который считает что надо заниматься только антропогенной семиотикой то есть семиотикой которая имеет отношение только к человеку то есть например уже когда человек общается с собачками или с кошечами вот такое общение точно происходит или с цыплятами допустим вот я не знаю видели вы в деревне когда-нибудь когда хозяйка вызывает цыплят хозяйка уходит на какую-то немыслимую совершенно высоту вот и там безумно тонким голосом это совершенно осмысленная вещь потому что цыплята у цыплят вот основные частоты которые они хорошо слышат располагаются очень высоко поэтому хозяйки и взбираются на такой этап это совершенно такое неосознанное действие но тем не менее вот хозяйки общаются с цыплятами там те у кого есть собаки общаются с собаками и прекрасно понимают когда что собака хочет ну в общем от хозяина когда собака хочет гулять там она подходит к хозяину там по-разному разные собаки по-разному поступают некоторые собаки подходят там приносят поводок допустим вот это знак того что нужно поводок нацепить ну и так далее знаете вот некоторые собаки там наоборот подходят к хозяину начинают либо тяпкать либо гавкать либо подрывать слегка подскуливать это означает что надо их срочно вывести гулять ну и так далее значит получается что вот эту знаковую сферу мы тоже отодвигаем напрочь вот есть огромная биологическая сфера просто-напросто правда среди биологов пока вот семиотические понятия не находят такого серьезного распространения они считают что семиотические теории познания там и термины не подходят для биологической науки вообще то есть там есть стимул есть сигнал а вот знаку как-то место там не очень находится и ну в общем отчасти можно понять о чем там идет речь дело в том что человеку очень трудно судить о том какая у знаков семантика у знаков которые есть у знаковых систем которые есть у животных какая-то семантика ну поскольку не собаки допустим или не кошки и так далее и трудно понять хотя в общем ну так представляется что некоторые знаки все-таки поддаются трактовке когда собака виляет хвостом то значит она хорошо относится к кому на кого она смотрит вот и когда она прижимает уши в голове вот и оскаривается тоже понятно что она не очень хорошо относится к тому кто значит там с ней общается но это такие простые случаи бывают конечно более сложные ну скажем бывает есть такое понятие биологии демонстрация вот и демонстрация очень сложно выделяется просто из поведенческих актов выделяется она только к тем что имеется элемент нарочитости такое животное застывает скажем в какой-то позе или как-то по-другому демонстрирует особенность своего движения вот но это вызывает различные толкования у биологов и они не очень просто вот так вот сразу согласны что вот это вот тоже знаки какие-то хотя на самом деле здесь нужно иметь вот такую вещь ввиду значит когда мы говорим о коммуникации вообще вот в семиотике есть такое правильное положение что знак это часть текста текст это элемент значит знакового поведения а знаковое поведение это разновидность вообще просто поведения значит получается что вся коммуникация встраивается но у биологов патология должна встраиваться в принципе вот и никаких противоречий здесь нет единственное что там о чем можно говорить было бы мы приведем к тому что ну скажем там язык это стативная система знаков то есть там совершенно определенные какие-то слова имеются определенные число фонем действует в языке вот при этом например пускается из виду что слова языка на самом деле бесконечен потому что бесконечен инвентарь морфем просто ну Предизвр면 бесконечий, теоретически бесконечен. Так, конечно, он может, конечно, ограничен. Но, тем не менее, никакого ограничения нельзя сказать, потому что словарь ограничивается двугостями, миллионами, единиц. Ничего похожего сказать нельзя, потому что... Ну, например, словарь морфенов языка постоянно пополняется, случайно, по крайней мере из двух источников. из трех источник значит первый источник это звук подражания вот будет слышали как раз типа бляс вот или там бремс какой-нибудь может появиться вполне и может стать нормальным корнем от него можно будет присоединять не бренкой там суффиксы какие-нибудь там еще идет второй источник это сокращение ну там скажем вуз есть есть вузовец там есть вузовский там и так далее вуз это сокращение цены выше ничем на заведение вот его образуется корень как он тоже начинает функционировать нормально как корень таких сокращений как вы понимаете сколько угодно может быть не ограничено число вот захочу сейчас прямо в виду какое-либо сокращение и начну с ним работать каким-то образом 4 компонент сокращенные слова тоже аббревиации в принципе тоже приблизительно то же самое вот типа замначки вот это все сокращенные какие-то вот элементы слов вот получается на самом деле может быть могут получиться новые корни пошел к заму увиделся с заму тогда и интернет еще один источник такого бесконечного присоединения новых мархельных объединений каких-то это заимствование естественным образом из других языков которых тоже можно когда тоже открытое множество понимаете получается что не очень-то у нас выходит что язык это такая замкнутая система ничего похожего не получается у животных действительно замкнутая система они могут развиваться они могут пополняться они более того передается по наследству каким-то образом хотя там есть элементы обучения тоже и птицы в обезьян там и у кого угодно но вот способность воспринимать эти самые знаки сигналами придается на сайт значит таким образом получается что в общем-то это установка неправильно следовательно неправильно например рассуждение вот мы не можем признать демонстрации знаками потому что они не имеют стабильного такого статуса как например там означающие слово в языке имеют вполне одно просто знаками ситуации бывают отхоковые то есть знаки которые придумываются на ходу например и у животных это кстати в огромном количестве присутствует им человек тоже рисуют они все знаки понимаете несмотря на то что они не имеют такого стабильного такого существования изобретаются примитивно к некоторой ситуации к этому месту вот но тем не менее это нормальный знак у них есть означающие некоторые идеи вот есть ситуация которая не привязана референтная ситуация все присутствует все эти компоненты присутствуют в себе образом мне вообще не очень понятны ступоры которые мешают биологу признать что у животных есть знаки вот есть еще огромная область которые мало исследованы которые тоже очень трудно чтобы то не было признать знаком потому что просто плохо люди знакомы с определением знака с тем что такое вообще знак это информация которая передается внутри организма скажем там от клеток или от органов каких-то например в мозг известно что информация это передается более того известно что она многократно перекодируется то есть у нас внутри организма существует не один множество кодов которые работают на разных уровнях организации организм и кроме того еще известно что они про того генерализуются вот эти эта информация которая идет от клеток скажем мозг вот она генерализуются еще вот это все известно но неизвестно но поскольку не медики эти никогда не занимались и биологи тинька не занимались что-то вот такая терра инкогнита про который известно что она существует где-то там в каком-то месте но пока не все кроме того было выяснилось что оказывается и растение умеет тоже общаться они умеют сообщать о вредоносных влияниях вредителях умеет сообщать с другим деревьям с помощью специальных химических сигналов умеет общаться грибы вот значит получается что нам нужно еще расширить вот это огромную сферу который уже вот до этих больших областей и не все ну вот специалистов по семиотике я буду независимо от того пользуются ли они термином семиотика для своих исследований или семиологии как предложил сосер я буду называть семиологами потому что семиотики плохо звучит неудобный термин а семиологи тоже очень хорошо и здесь все понятно вот таким образом получается что расхождение семиотических исследованиях у нас огромные и вообще-то вот специалисты которые занимаются разными областями в которых применимы семиотические знания вот они во-первых не занимаются совершенно фундаментальными проблемами зачем нужно заниматься прикладником скажем фундаментальным проблем за тем чтобы адаптировать слово знак понять как функционирует знак в сфере сфере которые не изучают вот и определить какие в каждой собственно говоря области обнаруживаются какие-то свои детали которые обогащают семиотическую теорию вот вот пока не не одно прикладное исследование семиотика не обогащает именно потому что она не занимается фундаментальным проблемами семиотики вот после этого краткого вступления давайте с вами разбираться в понятии знак то есть сейчас я буду рассуждать о фундаментальных семиотических понятиях вот знак это одно из фундаментальных семиотических понятий естественным образом сразу надо говорится что поскольку вот эти области где применила семиотика но еще не применена они неизвестны и неизвестно какие новые интересные идеи придут семиотику из этих областей я буду пока ограничиваться тем что известно ну поскольку я лингвист мне ближе всего лингвистические знаки и соответственно я буду пока рассуждать о лингвистических знаках хотя вроде бы я не нашел никаких противоречий при экстраполяции того понятия о котором я собираюсь говорить нас первое что я хотел обсудить это вот такая идея дело в том что у слова знак в русском языке и ни в каком другом языке нет гиперонима гипероним это более генерализованное понятие на которое ссылается определение данного понятия при вот собственно говоря формулировки определения и обычно говорят так что наш там допустим в знаке означающие указывает там допустим на вот интенсионал интенсия там и на референт причем там чаще всего вот это ходит какой-то поветри такой по семиотике что как будто бы фрейги изобрел некоторые треугольник семиотический вот который изображается в таком виде вот и там в одной вершине этого самого треугольника значит стоит означающие означающие в другом означаемое но лучше говорить интенсионал сейчас лучше я прям сразу как напишу вот интенсиональный компонент интенсиональный и референциальный компонент и даже придумывается специальная там какой-то глагол и означающие указывают на интенсионал и означает референт там допустим вот такие глаголы на самом деле это обосенка который как-то укоренилась в науке фредди никогда структуру знака в виде треугольника не изображал более того сохранилось его письмо где он указывает письмо гусарлю где он указывает прямо как собственно говоря соотносятся компоненты знака и так у треугольника нет а там рисуется некоторая последовательность просто-напросто то есть вот вот здесь означающие у нас она напрямую каким-то образом связано с интенсиональным он говорил он называл это смыслом но про смысл я еще скажу это тоже не совсем корректно и не пишет вот и интенсионал вот и интенсионал каким-то образом значит уже связано с референцией это наверное там еще не выветрился ну вот он таким образом себя представлял структуру знак причем отношения которые связывают вот это и это он не обозначил никак не указывает вот на самом деле если мы вспомним вопрос существует такое понятие как модель вот то станет понятно что на самом деле правильным гиперонимом к понятию знак нужно вот применить в понятии модели потому что ну для того чтобы понять почему это в принципе возможно надо сначала становиться на понятие модели давайте я нарисую схему в принципе она у меня там есть и давайте ладно я как-нибудь там надо тогда перейти там сейчас некоторое время я потрачу на переход только скейп сейчас я выведу вот это вот вот значит вот схема а тут нет вот вот схема ситуации моделировали ну давайте чтобы легче было понимать я просто возьму какой-нибудь конкретный пример давайте возьмем допустим у нас допустим у нас есть модель корабля вот сам корабль который моделируется вот и нашим рассмотрим какое отношение собственно говоря между объектом и и моделью во первых нам здесь будет сейчас сразу же не хватает модель вот это объект и вот между ними какие-то отношения для того чтобы для того чтобы говорить содержательно о понятии модели нам нужно еще одно понятие я введу понятие эйдосов понятие эйдоса когда-то ввел платон это платоновское понятие и платон под ним понимал любые идеи которые каким-то образом характеризуют предметы более того он считал что существует мир идей в которых в котором идеи существуют независимо от предметов а вот приближаясь земле они как бы сталкиваются с предметами и наполняют предметы вот этим самым эйдосом под эйдосом я буду понимать любые нематерием и другогое свойства параметры предмета любую любого вида информации которые существуют только у нас головах и больше нигде и так далее ну скажем там вот такое понятие как экватор никого физического понятия экватора на самом деле у нас нет потому что нет линии которые опоясывает земной шар в нужном нам месте да это линия придумана человеком но тем не менее в общем-то в каком-то смысле это ли не существует то есть есть такое множество точек которые располагается по окружности и охватывает землю в центральной части какой-то да начнем тоже элитическое такое вот понятие числа все собственно говоря тоже элитический материал вот причем вот у этого понятия эйдос для меня будут важны еще два очень таких ценных качества во первых из них можно что-то такое конструировать из элитических компонентов можно что-то конструировать во вторых соответственно ну например там числа я буду я рассматриваю как элитический материал из которого строится ну скажем там модель там разного рода может быть построена модель химического реактора с помощью а чисел там уравнений и так далее все геоматические фигуры естественным образом носит элитический характер и на самом деле у них тоже есть некоторая укорененность дело в том что это свойство восприятия зрительного восприятия вот все геометрические фигуры спрямление линий там построение правильных фигур и так далее все некоторые элементарные фигуры зрительного восприятия которыми из которых человек строит контуры объектов которые потом распознает тоже элитическая часть все эти геометические фигуры вот мы тогда и еще одно важное свойство состоит в том что эйдос я буду противопоставлять энтропии то есть неопределенности и хаосу то есть эйдос всякий эйдос наводит некоторых порядок потому что он из некоторых компонентов строит некоторые понятные совершенно разложимые элементы с понятными отношениями между элементами вот некоторые какие-то фигуры образы такие вот соответственно когда мы говорим о моделях то всякий раз нам важно что всякой модели существует элитический компонент который собственно говоря представляет вот именно эту нейтропийную часть информации в объекте вообще в принципе так у модели корабля там как вы понимаете как и у всякого предмета бесчисленное количество свойств равно как и у корабля тоже бесчисленное количество свойств а эйдос ограничивает вот те свойства на которых мы сосредоточиваемся вот который мы высвечиваем и который мы как бы ставим фокус своего внимания и соответственно любой для того чтобы появилась модель любого объекта нужен сам объект элитический какой-то образ и самой этого самого объекта соответственно здесь тоже самая модель элитический образ этой самой модели вот и нужно чтобы существовало еще видимое или невидимое пример этом понимаемое или непонимание непонимаемая система соответствий между элементами элитического образа объекта и элитического образа модели вот эта система соответствий существует и тогда уже вот на основе всей этой конструкции человек зачем собственно говоря им нужна модель модель нужна для того чтобы по свойствам модели судить о свойствах объекта вот это самые главное это значение объекта по свойствам модели судить о свойствах объекта иногда неnen Popes складывается иногда просто вставляется два объекта друг другу не меняли объект рассмотрелات качестве модели другого ну например то вот когда yellно Вы начинаете считать камушки, допустим, начинаете считать камочки. Как там у монголов счет идет? Раз, два, три, четыре, пять, там и так далее. Вы сопоставляете камням, сопоставляете пальцы, руке. При этом у пальцев и у камней нет никаких общих свойств, в принципе. Но, тем не менее, они служат для вас моделью этих самых камешков, потому что пальцы легче пересчитать на руке, вы знаете их свойства и все такое прочее. Значит, вы по этим, вот по моделям судите о том, какое у вас там количество камней. Значит, соответственно, модели по главному такому типу различаются, соответственно, модели аналоговые и модели неаналоговые, то есть те, которые элементарным таким сопоставлением, собственно говоря, и работают. Типа пальцев и камней там каких-либо все. Значит, если мы теперь рассмотрим элементы знака, вот теперь я немножко расскажу о платоновских идеях. Здесь как раз самое время нам их рассказать. Значит, все основные идеи по поводу того, как устроен знак у Платона, концентрируются в его диалоге Кротил. Этот диалог имеет просто огромное количество толкований и все-все по-разному, в общем, как-то говорят, какова была цель Платона в этом диалоге, зачем он ввязался в этот спор, что, собственно говоря, Платон там утверждает и так далее. Я так понял, что ни одного симеолога, в общем, рядом с этим текстом не было. Потому что если бы там был человек, который понимает, как устроен знак, то ему бы стали понятны рассуждения Платона. А рассуждение Платон спорит с двумя людьми, один из которых утверждает, что имена, они говорят об именах, но имя такой один из разновидностей, одна из разновидностей знаков. Имена даются по природе, а другие говорят, нет, по природе не даются, даются по договору. Каждый приводит свои аргументы. Но самое главное, что усматривает Платон, я буду кратко вот это вот пересказывать и в нужном мне направлении. Самое главное, что усматривает Платон, что они различаются только две части знака, а именно означающий и обозначаемый объект, а больше ничего. И когда говорится, допустим, что означающий дается по договору, то это значит, что имена даются по договору, то это значит, что означающие, мы договариваемся, что такое-то означающее будет соответствовать вот такому-то объекту. Это говорят последователи Демокрита. А другие говорят, что имена даются по природе. Что это значит? Это значит, что означающее не просто так вот связано никакими отношениями, никакого подобия там не существует, а существует некоторая идея, по которой именно вот такое означающее должно соответствовать вот такому-то объекту. Вот это и есть, собственно говоря, по природе. И опять там фигурирует только вот это и вот это. Значит, как с ними спорить Платон? Он сначала говорит, ну давайте, говорит, разбираться. Вот, говорит, у нас, допустим, имеется некоторое имя. Вот. И дальше он, во-первых, показывает, что имя это инструмент действительно там называния, но называет это имя не только предмет. А там еще есть некоторые детали. Причем Платон вводит гораздо больше компонентов в знак, чем потом его последователи Платона, скажем, стойки, которые наверняка знакомы были с трудами Платона. И там дальше уже те, кто трактовал понятие знака, и Сосюн, и Фрэнги тоже был знаком с этими работами. Вот. Ничего похоже на Платонский, там тоже не обнаруживается. Платон говорит, что надо учитывать еще, что у объекта есть эйдос объекта, у имени есть эйдос имени, и у означающего есть тоже отдельный эйдос означаемого. То есть каждый элемент знака, который здесь присутствует, Платон наделяет еще по, то есть он вставляет туда еще по одному компоненту. Вот. И приблизительно, чему это соответствует, я уже совсем коротко, чему это соответствует у нас. Что такое эйдос означающего? Вот эйдос означающего лучше всего высветил на самом деле Сосюн, потому что он сказал, что, ну вот, говорит, посмотрите на шахматы. Все равно же, говорит, из какого материала мы сделаем шахматы, правильно? Мы можем это сделать из бумаги, из камня, из слоновой кости, из чего угодно. Вот. Значит, получается, что материал нам не важен, когда мы судим о фигурах. А для фигур важны только действия, на которые они способны. Вот. Значит, их семантика. Вот Платон бы это назвал эйдосом имени. Значит, соответственно, у означающих, таким образом, вот эти вот самые фонологические признаки, ну там, допустим, вот всякие членораздельные так называемые звуки языка можно представить в виде матрицы дифференциальных признаков. там, вот, допустим, у нас П какой-нибудь, это согласный, согласный, там, губно-губной по месту образования, там, дальше взрывной какой-нибудь, да, дальше он твердый, вот. И он еще, я забыл, П или Б, он с вами? П. П. А, ну глухой, я скажу. Он еще и глухой. Вот. Вот эта матрица дифференциальных признаков, это и есть эйдос фонемы, то есть, звука, вернее, эйдос звука, Б, или П, П. Значит, это эйдос звука. Значит, у означающего, есть там несколько, значит, ну, можно построить вот такие же матрицы и изобразить означающие в виде последовательности вот этих самых матриц. И вот это, вот, собственно говоря, и будет эйдос означающего, там, эйдос звука. Дальше, мысль, которую вкладывает человек в знак, это эйдос имени, естественным образом. А кроме того, есть еще эйдос предмета, потому что, и это очень правильное, очень хорошее введение, которое было сделано только Платоново больше никем, потому что, во-первых, сам предмет, мы имеем представление о самом предмете гораздо более богатое, чем содержание любого имени. Ну, там, допустим, вот человек, да, человек по тебе представляется животным, мы там никаких других... Если мы возьмем конкретного человека, любого абсолютно, то мы, ну, обнаружится, что мы обладаем гораздо большим количеством знаний, чем вложено в интенсионал знака. Понятно, да? Вот. То есть в человеке даже не заложено, что там люди подразделяются на мужчин и женщин. У человека ничего такого, никакой информации об этом тоже нет. А мы знаем, да, что люди разделяются вот на мужчин и женщин, там, что женщины бывают такие-то, такие-то и такие-то, мужчины бывают такие-то и такие-то. Вот. То есть о человеке мы знаем огромное количество всяких разных вещей, очень полезных для себя, но которые не входят в интенсионал знака, естественно, образом. Значит, получается, что вот это... Да, причем вот те сведения, которые, которым человек располагает о некотором объекте, они могут у человека очень, у разных людей очень сильно различаться друг на друг друга. Вот. Но я нашел еще одно замечательное применение вот этому платоновскому эйдесу объекта, ну, например, для художественных произведений. Вот, смотрите. Перед вами, там, в первом форме «Война и мира» появляется наша Ростова, да? И вы о ней знаете только самые общие вещи, что она девочка, что там ей, я думаю, 14-го лет. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот этим ограничивается все. Но по мере развития текста вы узнаете о Наташе Ростовой все больше, 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 больше и больше. Где это, собственно говоря, откладывается, если говорить о знаке? Вот, когда, там, в конце чтения этого самого «Война и мира» вы уже знаете о Наташе Ростовой огромное количество всяких сведений, вот где это, собственно говоря, расположить в знаке? Вот, когда вы используете означающее Наташа Ростова, там у нее есть некоторый интенсионал, что она женщина, там, женского, вернее, пола, там, и на этом, собственно говоря, информация имени заканчивается, а вы знаете еще кучу вещей, которые там с ней случились, да? Вот это все накапливается. Вот я считаю, что этот компонент знака, элис-референт или элис-минотат, там, как люди говорят, можно использовать вот в этом важном, важнейшем просто, важнейшей этой функции аккумулятора всех знаний. Как получается, собственно говоря, откуда у нас эти знания берутся? Они берутся очень просто. В тексте имя Наташи Ростова связано с различными глаголами. У каждого глагола есть интенсиональный компонент, да? Значит, вот эти интенсиональные компоненты характеризуют каким-то образом Наташу Ростову и эпитеты, там, и переименовывания все, которые с ней связаны каким-то образом, и действия, которые обозначаются этими самыми глаголами, причастиями, там, и всем, что связано с этим именем. Вот все это всегда это вот в этом компоненте знака, никуда эта информация не девается, и к концу чтения «Война и мира» вы все это у себя обнаруживаете в голове, когда говорите о Наташи Ростовой. Еще один замечательный и важный очень вопрос затронул Платон, в этом самом диалоге кратил. Значит, кроме того, что он создал такую потрясающую совершенно схему и поставил все на свои места в структуре знака, больше, собственно говоря, чем сделал Платон для семиотики, я поэтому и не стал о нем сразу говорить, больше, чем сделал Платон для семиотики, в этом смысле никто больше не сделал. То есть Платон глубже всех понял все, что касается структуры знака, но я сразу хочу сказать, что на самом деле это реконструкция. У Платона вы ничего такого прямого не найдете, естественным образом. Это долгая работа с текстом, долгое сопоставление различных его высказываний, вот приводит специалиста по семиотике, о чем говорил Платон, вот об этом говорил Платон. И каждый компонент знака, в принципе, там назван, но идентификация всех этих компонентов, наделение какой-то функции, это уже действительно работа реконструктора. И еще одну важную деталь, которую озвучил Платон вот в этой замечательной работе, он сказал, что все знаки должны быть оценены с точки зрения истинности и ложности. Вот это положение не признано ни в одной из логических концепций. Но был один все-таки философ замечательный, а именно Готелл Фреге, о котором я уже говорил, у которого есть просто моменты, перекликающиеся, в теории которых есть моменты, перекликающиеся теории Платона. Прямо он об этом не пишет тоже, это тоже нужно сопоставлять и понимать, что там имеется в виду. Но вот Фреге рассуждает, скажем, там, ну, возьмем там какое-нибудь предложение, допустим, «Король Франции лыс», утверждает Фреге. В зависимости от того, к какому времени мы это все отнесем, фраза может быть интерпретирована или неинтерпретирована, как истина основная или ложная. Значит, если мы это к настоящему времени отнесем, то фраза не интерпретирована, потому что никого короля нет, поэтому неизвестно, вы с вами или нет. Ну, как говорил Ханс, непонятно вообще, о чем мы говорим. Если к XVIII веку, значит, там в какой-то части XVIII века эта фраза осмысленная, можно еще посмотреть, лысый был действительно король или не лысый, и ложная или истинная эта фраза. Но Фреге говорит еще об одной вещи, что на самом деле для того, чтобы всю фразу оценить с точки зрения истинности или ложности, нужно, чтобы каждое имя было истинным. Вот. И он вводит специальное понятие, понятие презумпции. Презумпция — это такое утверждение, которое, ну, грубо говоря, презумпция — это такое утверждение, которое считается истинным, для того, чтобы можно было оценить фразу с точки зрения истинности или ложности. Ну, например, там. Вот презумпцией к этому утверждению «Король Франции и лысый» является, например, предложение «Существует король Франции?» Значит, если король Франции существует, то про него можно там обсуждать, лысый оно или нет. А если не существует, то нельзя, значит, соответственно. И вот таких вот множества истинностных каких-то высказываний, связанных вот с этим именем, то есть таких презумпций должно набраться довольно большое число. Вот. И, собственно говоря, вот эту идею, вот ровно в том виде, в котором ее изложил Фредди, можно, в принципе, соотнести с тем, что говорил Платон, когда он говорил, что вот как раз Эйдес имени является тем, что должно быть оценено с точки зрения истинности или ложности предложения. Ну, а теперь еще, значит, об одной детали, вот, нужно сказать о знаке. Вот у Фредди используется для обозначения вот этого компонента термин «Смысл». И у Фредди же я обнаружил некоторые противоречия. Дело в том, что вот этот самый интенсиональный компонент не является единственным источником информации, по которому мы можем определить, кто имеется в виду под этим именем. Возьмем, например, такое составное, вот чтобы было видно, давайте возьмем составное какое-нибудь имя, ну, например, там, сын генерала, да. Вот для того, чтобы понять, кто имеется в виду, необходимо не только понять, что это вот человек, у которого отец генерал, вот, но еще и понять, какого генерала мы, собственно говоря, имеем в виду. Значит, как только мы определяем, какого генерала мы имеем в виду, мы немедленно, значит, понимаем, действительно ли является вот этот человек сыном этого генерала или нет. А без того, чтобы мы поняли, что вот именно этот генерал имеется в виду, нам будет трудно это все сделать. Значит, получается, что собственно говоря, в это самое обозначение входит не только интенсиональный компонент, но и референциальный. То есть успех распознавания по имени или там по дискрипции, как говорят логики и лингвисты сейчас тоже говорят, по дискрипции понять, кто имеется в виду, для этого важен не только интенсиональный компонент, но и еще предыдущие этапы распознавания знаков. Дело в том, что когда человек говорит сын генерала, то обязательно должно быть известно, о каком генерале он говорит. То есть понимание этой фразы предполагает, что генерал известен. И это условие понимания вот этого всего словосочетания. Соответственно, у нас не хватает таким образом, если говорить о сложных знаках вот такого рода, о дискрипции, у нас не хватает еще одного термина, который обозначает те компоненты, которые позволяют там распознать объекты, которые обозначаются сложным знаком. И вот я развел понимание термина смысл, понимание термина интенсионал, и под интенсионалом я понимаю только элитический компонент знака, и больше никакой, референциальный компонент сюда не входит, в интенсионал. А вот если у нас распознавание устроено так, что в распознавании участвуют референты, которые уже известны, или там динократы, ну объекты, которые уже известны, и существуют в этом мире, про них известно, как они там могут действовать в этом мире, и так далее, то тогда вот для этого вводится еще понятие смысла. Значит, смысл — это на самом деле фокус обозначения. Всякий раз, когда мы используем какой-нибудь знак, это такой фокус обозначения, который позволяет нам распознать, то есть на котором, вернее, сосредоточено наше использование знака. И теперь нужно еще сказать тогда о двух еще важных вещах. Дело в том, что в человеческом знаке фокус обозначения может плавать. Вот первым это заметил тоже Фрегги, потому что он, ну когда он анализировал высказывание вот такого, например, типа, Кеплер считал, что орбиты планет представляют собой окружность. Да? Значит, что, собственно говоря, здесь, как складывается истинность предложения? Истинность предложения складывается таким образом, что нам не важно, чем на самом деле являются орбиты планет. А нам важно только то, что считал Кеплер. Правильно? А это какая часть, собственно говоря? А это интенсиональная часть. Вот то, что считал Кеплер. получается, что фокус обозначения значит, в этом предложении там, орбиты планет составляет, то есть, представляет собой окружность. Значит, оно вообще, в принципе, может быть оценено как ложное, потому что, на самом деле, там не окружность, а эрис получается. Но в этом предложении имеется в виду только то, что Фредди называл смыслом, и фокус обозначения сверотачивается на интенсиональном компоненте. То же самое, например, когда мы говорим «Бегемот» это то же самое, что и «Гиппопотам». здесь фокус обозначения сверотачивается, там неважно, какой референт у этого самого «Гегемота» и какой референт в этом самом «Гиппопотаме». То есть, у этого самого «Гиппопотама». А важно только, вот, какие у них интенсиональные компоненты. И утверждает, что они равны. Значит, и, наконец, фокус обозначения может замыкаться на означающем самом. Когда мы говорим в слове «Три-три-буквы», то нам не важно, какое из значений имеется в виду это числительное или повелительное наклонение от глагола «тереть». Нам совершенно это не важно. Нам важно только означающие, соответственно, фокус обозначения замыкается на означающем. Вот это свойство человеческого знака отсутствует у животных, у всех. Это нигде не упоминается ни в одной работе по происхождению языка. Об этом ничего не говорится. Но это одна из важнейших характеристик человеческого знака. И вторая характеристика, о которой говорил Хомский, и действительно она тоже важна для человеческого знака и отсутствует абсолютно у животных, это рекурсивность. То есть, больше такое рекурсивность. Рекурсивность это существование таких правил, которые позволяют в единицу некоторого уровня вставить единицу того же самого уровня. Например, в предложение вставить предаточное предложение. Оно само по себе будет тоже предложением, это предаточное предложение, но вместе с главным оно образует такое единство, которое, собственно говоря, только и обозначает целое. Понятно, да? это пример рекурсивной вставки. И в структуре знака тоже возможна рекурсивная вставка. Например, возьмем какой-то стихотворение Кушкина. Где наша роза, дитя, друзья мои, увяло роза, дитя зари. Здесь говорится с одной стороны о девушке, а с другой стороны все время лавирует между этими двумя фокусами обозначения. важно то, что для того, чтобы понять, кто имеется в виду, нам нужно сначала понять, что слово роза обозначает цветок, а потом уже нужно понять, что цветок обозначает девушку. Есть такая система символов цветок девушка, где цветок обозначает девушку. Причем вот разная девушка обозначает еще и разными цветами. в Ливии это одно, роза это другое, черная роза это одно, красная роза с другой и так далее. Ну вот, значит, здесь задействованы две семиотические системы, и один знак используется в качестве входа из одной системы в другую. Вот это тоже рекурсивный способ использования знака, который тоже не встречается у животных. вот, сколько я времени уже потратил? За? А? То есть уже за час сильно перевалило, да? А, да, да, да. Да, ну тогда давайте... А это не то, что необходимо? Да. не, ну, все равно мне понадобится еще приблизительно столько же времени, чтобы рассказать про коммуникативный арт, как он устроен, даже безумно сложная конструкция, там, и... Вот давайте тогда на этом... Давайте считать, что сегодня я рассказывал только о том, как устроен знак, и какие у него свойства. Даже о знаковых системах мы не поговорили. у нас будет плод встретиться, да, 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 еще неоднократно. Если аудитория меня еще выдержит. Да, спасибо большое, что сейчас время таких вопросов, можно сказать. Я, может быть, начну с себя понятные традиции почти, а чем, собственно, в таком случае смысл, как объединяющий интенсионалу и референциальную отличается от вот этого обобщенного означаемого. А, означаемый. Означаемый это как раз можно использовать как общий термин для интенсионала референциальной части. да, да, да. То есть в этом смысле это ответственно. И второе, а почему, собственно, в примере с Кеплером мы имеем дело исключительно с интенсиональной частью. С интенсиональной. Что? С интенсиональной. Прошу прощения, да, да, с интенсиональной частью. Я бы сказал, что все-таки здесь речь идет о конкретном объекте. Не объекте материального мира, может быть, объекте мира идей, но не идея этого объекта, а само по себе объекте мира идей, идея Кеплера по поводу орбиты. Да, правильно. Значит, вот смотрите, Фреги просто показывает два контекста. Если мы просто возьмем предложение орбиты планет представляют собой окружность, да, то референциальная часть этого предложения является значением по Фреги. Я прошу прощения, я про значение не сказал. Значит, у Фреги то, что в лингвистике называется тем предметом, который обозначается, называется значением. Значит, Фреги разводит понятие смысла значения, которые в русском языке обычно выступают как синонимы. Это очень важный деталь. Вот. И заменить его на динатат во Фреги в этом смысле совершенно нельзя. потому что динатат вообще-то в русской традиции обозначает просто предмет. А у Фреги, например, у понятийного слова тоже есть значение некоторое, но оно не всегда представляет собой предмет, вот объект, предмет действительности и так далее. Вот. Так вот, значит, по Фреге значением этого предложения является истинное положение вещей. какое у нас истинное положение вещей? Оно такое, что на самом деле орбиты планет, если исследовать эту область, то это противоречит высказыванию, вот этому высказыванию. Вот. И в этом смысле, значит, предложение это ложное. вот. Но будучи вставленным в сложное предложение Кеплер считал, что вот оно соотносится с утверждением она соотносится с утверждением... Да, правильно. А это по Фреге смысл этого предложения, а не значение. А что же является значением этого предложения? А значение является... Нет, вот именно этого предложения сложноподчиненного. А, сложноподчиненного? В целом. Если... Значит, оно истинно в том случае, если действительно Кеплер считал таким образом, но таким образом все-таки соотносится с вполне как бы с вполне реальным миром объективным с его мнением по этому поводу. С мнением Кеплера? Да, с умеем. Ну да. То есть у Кеплера значит тогда нужно рассуждать о двух мирах тогда. просто получается. В мире Кеплера вот в мире Кеплера у него был для этого предложения у него был интенсиональный компонент и был некоторый смысл по Фрейге. И этот смысл соответствовал его представлениям. Не истинному положению дела, а представлениям. Получается, что представление по Фрейге не входит в значение, а входит именно в смысловую часть. Поэтому Фрейге утверждает, что в данном случае нам важен смысл, а не референциальная часть. Но в мире Кеплера что будет референциальной частью? В мире Кеплера его представление считал, что его представлениям. Со словом Кеплер имел более трех волос. Да. Дело в том, что для Фрейги была важна операция верификации. Вот только тогда предложение можно было оценивать с точки зрения истинности или ложности. С точки зрения Кеплера она была произведена. Но она не произведена современным каким-нибудь астрономом. То есть для современного астронома утверждение Кеплера остается на уровне непроверенного такого неверифицированного фактора. И остается в мире Кеплера. Да. Спасибо еще, коллеги. А сейчас наш коллега подойдет к тем, кто-то хочет задать вопрос и может выступить с какой-то короткой репликой. Константин Иванович, Вы не могли бы еще раз повторить определение четкое, точное что такое знак? Спасибо. Сейчас я открою тогда. Знаете, так наизусть я это сложное определение. Сейчас видимо может идти речь только о том, что такое знак в контексте данной лекции. понятно в своем мире значит вот пожалуйста определение знака. Я не успел вам сказать о чем? О том, что в принципе я вам когда рассказывал об этой конструкции, который построил Платон, я вам не сказал, что в принципе каждый из объектов объектов я не сказал, что объект он конечно объект, но все остальное это его модели. И в принципе знак представляет из себя цепочку моделей. и задача семиотики на самом деле в той области, в которой мы касаемся структуры знака состоит в том, чтобы понять в каких отношениях собственно говоря находятся эти самые модели отношения друг к другу. И важно то, что вот эта модельная цепочка в знаке всегда транзитивна. То есть мы считаем, что вот эта модель вот этого вот эта модель, вот эта модель, вот этого, но означающий тоже является моделью самого объекта. Вот это отношение чрезвычайно важно при восприятии знака и собственно говоря фокус обозначения собственно говоря и состоит до какой степени мы то есть до какой глубины мы доходим, когда мы распознаем что обозначается данным знаком. Вот. Ну я не знаю, я объяснил мне. важно понять, что вот эта цепочка моделей, вот что все определяется через понятие модель, вот понятие модели у меня тоже, я могу предыдущие просто определение, там я могу его тоже открыть, чтобы посмотрели, что я понимаю под моделью, вот, а знак это цепочка модели, которая состоит по крайней мере из двух звеньев. Вот, ну в случае, так, в случае, на самом деле, в случае, когда у нас имеется автонимное употребление знака, то есть, когда знак обозначает означающее, там получается, что всего одно остается. Но это, как бы, вырожденный такой случай обозначения, когда означающее обозначает само себя. коллеги, только микфон, июля, микфон, нет, нет, записи не слышно, еще раз повторите, пожалуйста, что вы понимаете под символом, чем он сейчас? Дело в том, что я понятие символа не употребляю в симбиотике вообще, то есть, для меня это то же самое, что знак, это синонимы, но терминологическим я признаю только понятие знака, а понятие символа не признаю. То есть, таким образом, речь идет о том, что в каких-то традициях это слово символ употребляется, но дальше в этих традициях надо разбираться со значением. Это совершенно справедливо, да. То есть, есть люди, которые, ну, это как раз все больше искусствоведы, литература веды, вот они там различают символы, и философы иногда различают тоже символ и знак, и под символом обычно понимается, ну, скажем так, труднопонимаемый знак, или там знак, у которого, ну, для того, который понимается только когда, когда ты поймешь целиком весь мир, в котором сполагаются референты, которые обозначают. Вот это имеется в виду. То есть, символ это, грубо говоря, такой темный знак. Темный знак, ну, с моей точки зрения, просто, дело в том, что в интенсионале знака довольно часто имеются переменные компоненты, которые заполняются либо адресантом, который использует этот знак, ну, скажем так, вот если вы начнете спорить с Жириновским, что такое демократия, понимаете, вы, я думаю, что сильно разойдетесь с ним в любом случае, даже если вы там друг Жириновского, близкий, все равно разойдете с ним. И с любым человеком, вот если вы будете разговаривать о том, что такое демократия, обнаружится, что этот термин вы понимаете очень по-разному. Знаете, вот был такой замечательный лингвист Селищев, который решил исследовать, как понимают в деревне слово революция. узнал очень много нового. Одним из определений революции было такое, революция это когда бабы общие. Ну вот, понимаете, есть такие слова, в которых интенсиональный компонент, ну, например, не является закрепленной традицией. Вот так все все знаки, которыми мы обычно оперируем, они очень сильно как бы это сказать, они связаны с определенной традицией использования этих самых знаков. И интенсиональный компонент обычно тоже должен быть связан с какой-то культурной традицией. то есть в какой-то одной культурной традиции там интенсионал у знака похожего на другой будет один, а у другого будет другой. Вот такого рода, ну, я не знаю, само понятие Бог. Вот оно символ, конечно, потому что оно понимается разными людьми совершенно по-разному, там очень много разных компонентов. Единственное, что есть какие-то общие компоненты, которые объединяют все понимания, слава Бог, которые только существуют на Земле. Есть какие-то компоненты, но большая часть их, в общем-то, зависит от культуры, в которой используется это понятие и так далее. Вот когда, кстати, Константин философ делал нам азбуку, он использовал славянские употребления слова Бог, и для него было большой проблемой вставить в этот знак новый интенсионал, совершенно непривычный для славян, которые были язычниками. То есть здесь тоже интенсионал поменялся полностью, ну не полностью, но значительно серьезная часть его поменялся и так далее. вот так что вот но я, например, не вижу особого смысла в противопоставлении терминов знак и смысл, потому что оно не поддается вообще никакому объяснению. И те, кто пытается объяснить, чем отличается знак от символа, ну я знаю 32 способа различить этого знака, они абсолютно неясные. и каждый раз надо очень сильно додумывать и всегда ошибаешься, что я имел ввиду тот ремноговорящий. Коллеги, еще одна была рука. Да, вопрос, входит ли генетика в сферу всемирки, раз, и два, сразу. Существуют ли невербальные знаки, если да, то какая у них структура? Да, ну конечно, невербальные знаки, на второй вопрос, просто легкий ответ, невербальные знаки, конечно, существуют, жесты, например. Дело в том, что знаки очень сильно подразделяются на то есть вернее, знаковые системы очень сильно подразделяются на комбинаторные знаковые системы. Первой такой знаковой системой является генетический код. Вот комбинаторные И геном в целом, это тоже комбинаторная знаковая система с точки зрения семеотики. Никаких оговорок я пока серьезных не могу увидеть, для того, чтобы как-то перестать читать. Более того, у меня есть работа, где я написал грамматику генетического хода, изложенную в терминах, порождающей грамматики Холмского. Она вполне замечательным образом строится. Причем, естественным образом, в самом генетическом ходе есть какая-то химическая часть важная. Например, присутствуют какие-то элементы, которые связывают основание нуклеотидов друг с другом в ДНК. Они при семиотическом анализе учитываться не должны, потому что они знаковой стороны не имеют. А это, причем, существует в любой знаковой системе. Вот знаете, например, в языке, в естественном, ну скажем там, усложнение единиц в естественном языке идет по двум линиям. Первая линия основывается на ритмах дыхания, а вторая линия основывается на ритмах мышления. Знак объединяет в себе две противоположные стихии, понимаете? Вот некоторую материальную стихию и некоторую эдетическую стихию. И при производстве знака там действуют ритмы нескольких разных видов, которые должны быть сопряжены в одном знаке. Но, тем не менее, они, конечно, сопрягаются, но они по-прежнему продолжают самостоятельную жизнь в ткани текста. Первая линия это там фонема, из нее строится слог, из слога строится фонетическое слово, из фонетического слова строится такт, а из такта строится период. Вот это первая линия, которая основывается на ритмах дыхания. Вторая линия это из фонем строится морф, морф это уже значащий элемент, вот слог не обязательно должен иметь значение. Бывают слоги, которые не имеют никакого значения, но ба не имеет никакого значения, а только ба-ба имеет значение. А во второй линии только знаковые единицы участвуют. Из фонем строится означающая морфа, из означающих морфов строится означающий словоформ, грамматических слов по-другому. Из грамматических слов строится словосочетание, словосочетание строится предложение. Вот это две разных линии, и более того, замечательным образом был такой, я считаю, что гениальный совершенно ученый, который работал в нескольких разных областях, Николай Иванович Жинкин. Он установил, что оказывается, управляются эти две линии построения знаковых единиц из двух разных центров. Один из коры, а другой из подкорки. Потому что один связан с дыхательными ритмами, это подкорка, естественным образом. А другой связан со смыслом, и, кстати, фонемы, они тоже выделяются с помощью коры, а не подкорки. Так что, в принципе, нам нужно было говорить, когда из чего-то строятся слоги, надо было говорить из фонов строятся слоги. Ну, поскольку вам противопоставление фона и фонемы не очень понятно, я скосил. Да, я все время забываю говорить противопоставление, а то иначе все ногами будут вопросы из зала. Вопрос из зала от Александра Хадзина. Можно про фонемы, если уже пошла речь, такое уточнение, что мы сегодня, рассуждая об Эйнессе, сказали, что если рассматривать П, именно как фонему, то мы называем его признаки, по месту способа образования, мы называем их признаковой матрицей. Да, нет, я сказал, что можно представить, можно представить. Ну, если... Существует... Да, существует несколько способов представления фонем, несколько шкал, которые позволяют охватизовать каким-то образом фонему. Есть акустические признаки, это отдельная совершенно вещь, и есть артикуляционные признаки. Ну, мы артикуляционные признаки. Я вам, да, я вам, вот сюда. Вот, мы просто маленькие, но это понятно, что они могут быть разные, там, процессы, и все разные. Но потом вы сказали, что, как бы, Эйдессе, это и есть мысль, которой, да, человек наделяет имя, знак, да, в данном случае? Нет, я сказал, что Платон считал, что существует Эйдессо означающего, это вот эта, матрица. Ну, грубо говоря, это вот один из видов Эйдесса, означающий, это матрица, вот этих фонологических признаков дифференциальных, да, вот. Но есть еще Эйдесс имени, вот Эйдесс имени, интенсионал, это как раз та мысль, которую вот несет, привносит в текст. Но это та мысль, которую человек вкладывает в этот знак, да, то есть если мы говорим... Я не вкладываю. Вот если речь идет о языке ровно, то там дело все связано с традицией. Вот я уже объяснял там, что всякий интенсионал, всякий интенсиональный компонент. Ну, вы знаете, вот я там исследовал интенсиональный компонент слова «сахар». Безумно изменился с 19 века, просто-напросто. Дело в том, что в 19 веке сахар был предметом роскоши. И когда человек приходил в гости, в зависимости от его ранга, ему давали тот или иной вид сахара, а иногда вообще не давали, если человек был низкого ранга. То есть, значит, сахар был вот, оценивался еще с социальной точки зрения, в него там, в его означаемое там входил вот еще этот компонент важный, коннотативный компонент. Вот, а сейчас считается, что это белая смерть, понимаете? И абсолютно другое отношение к сахару, и многие люди там добровольно отказываются от сахара, когда приходят там в кафе, им дают эти пакетики с сахаром, у них не надо сахар. Вот, я прогрессивный человек, я понимаю, что сахар – это белая смерть, в общем, и так далее. Вот, то есть другие совершенно коннотации связаны с... Потому что другая культура, другая культурная ситуация какая-то наступила, и предмет занял другую нишу в культурной... системе культурных ценностей. И, естественным образом, интенсиональный компонент на это очень чуть-чуть реагирует. Вот, но это именно... Это не вот это интенсиональный компонент, это вот это. Это именно та мысль, которая вот связана с некоторыми объектами. То есть, грубо говоря, это информация о классе объекта. Это очень грубо говоря, когда... Или о классе ситуации. Скажем, когда вот мы говорим и делаем, то это целый класс ситуаций. Один может вот так отойти, там другой вот так отойти. Вот, но общая идея вот у них имеется какая-то. И, значит, они... Вот эта общая идея ходьбы, там, она и, собственно говоря, присутствует в Алексееме Идти. Это не сам интенсионал может меняться, а не только иди интенсионал, не так ли? Да, это интенсионал. В зависимости от культуры, я бы сказал, что и демократия, и революция. Вот, видите, в деревню приехал, а там, оказывается, революция – это когда баба общая. Вот. То есть совсем другое понятие, чем, например, было, ну, скажем, по Александру Ульянову или Владимиру, и так далее. Можно последнее, да, по поводу вот этого вопроса? Да, да, пожалуйста, пожалуйста. То есть идея была... Вопрос был в том, что когда мы говорим о фонеме, допустим, то мы не вкладываем в нее то, что это там согласно губно-губной, смышно-взрывной и такой-такой-такой-такой-такой-такой, да? А мы как бы говорим о смыслу различительной единицы, да? Мы не вкладываем в нее вот эту вот матрию сюрпризин-фолы. Нет. Понимаете, вот в лингвистике там интерпретация некоторого лингвистического факта имеет такую многослойную структуру. То есть с одной точки зрения, понимаете, вот фоны — это просто, ну, акустический поток некоторый. И это вот им занимается фонетика. Значит, на фонетическом уровне мы смотрим, какие там форманты имеются, какие там неформантные элементы сопутствуют формантным элементам и так далее. Вот мы рассматриваем физическую сторону звукового сигнала, да? Когда мы переходим на следующий уровень, следующий уровень называется фонологическим, то вот элементы, которые различались, ну, скажем, там, вот смотрите, даже когда говорят о фонетике не совсем в таком акустическом смысле, допустим, когда мы говорим, там, бабель, там, какой-нибудь, да, то у нас звук А, в принципе, огубленный, и нижнего подъема, там, как говорят лингвисты, язык опущенный низко, там, все такое прочее, да? С другой стороны, когда мы говорим батон, там, какой-нибудь, это уже совершенно другой звук, который мы приравниваем к тому, который я назвал первоначально, да? То есть система тождеств и различий от уровня к уровню начинает меняться. То есть то, что мы различали на фонетическом уровне, не различается на фонологическом уровне. То, что мы различаем на фонологическом уровне, ну, скажем, там, рука-ручка, там, к меняется на ч, да? На фонологическом уровне мы к и ч различаем, а на морфонологическом уровне, поскольку это одна и даже морфема, правильно? Значит, различия между к и ч нам становятся неважными, и мы перестаем их различать. Это следующий уровень различения. Значит, то есть, вот это, собственно говоря, изучение языка, это изучение тождеств и различий, как говорил Сасьер, и эти тождеств и различия нужно развести все, понимаете? На орфонологическом уровне это одни правила отождествования различений. На фонологическом другие, на морфонологическом третье, а существует еще апофонельный уровень. Ну, там, скажем, в немецком мута-мута, да? Мута-мама или мать, там, мута-матери, вношенное число, да? Корень мут-мут один и тот же остается, понимаете? Это все равно идея матери обозначается. И на этом апофональном уровне мы перестаем различать уй-юй, которые не обусловлены ни историческими процессами, ни какими другими процессами, а вот просто то же, если надо поставить знак, и все. Но это сложно, в общем, это нужно погружаться уже, надо читать в «Введение бесконогонания», я готов, конечно. На самом деле, если я правильно все-таки понял последнюю часть вопроса, она заключалась, ну, близко, но чуть-чуть в другом. Если мы говорим не о фонетике, но о фонологии, то почему же, собственно, эйдос означающего должен включать в себя, собственно, не фонологическую оппозицию, а фонетические оппозиции? Нет, я такого не утверждал. То есть, если я правильно понял, у слушателей возникнет именно так. Да, я понимаю, но я еще раз только могу повторить, что, в принципе, понимаете, я, конечно, огрубил ситуацию. Если бы я говорил так аккуратно в лингвистическом плане, то я бы, то есть в лингвистическом смысле, то я бы различил фонетику, фонологию, морфонологию и фонетику, показал бы, в чем различаются правила отождествления и развлечения этих самых единиц. А здесь я просто дал какой-то пример эйдоса означающего. Чтобы можно было представить, что, собственно говоря, такое эйдос означающего, ну, вот я привел в пример матрицу. Это один из видов эйдосов означающего. Вообще, в принципе, конечно, я мог бы дать не фонологическую матрицу, а фонетическую матрицу. Там было бы то же самое. Там было бы гораздо больше признаков, и правила отождествления и развлечений были бы другими. Но идея бы осталась той же самой. А мог бы это все изобразить в виде вот акустических параметров, например, форманты, там, неформантные элементы, там, как они сочетаются друг с другом, и все такое прочее. И тоже это был бы эйдос, потому что это была бы информация некоторая, в отличие от хаоса и неопределенности, которые человек имеет, когда просто он не специалист, слышит звук, ну и для него непонятно вообще, как его препарировать, как сделать его понятным для ума. У меня есть еще один вопрос. Одна из всех ваших занятий, собственно, то, о чем мы сегодня говорим, это теоретическая смерть. А кто, кто ваши коллеги, кого вы видите, как те, с кем вы дискутируете не в глубине веков Платона, а вот кто еще, на ваш взгляд, занимается теоретической генетикой? В России, не в России, собственно, не нужно. Никто. Спасибо. То есть, понимаете, вот проблема стоит в том, ну я как бы так абсолютно научно одинок. Понимаете, вот я, сколько я не читал литературы, есть просто компендиум такой огромный, который я советую в качестве, для тех, кто интересуется семиотикой, книжка «Винфрида Нейта» на немецком языке, правда, она почему-то на русский не переведена. Крылов там собирался ее переводить, но все это, поскольку Крылов-то загибло. Это все. Некоторые издания все с кем подготовлены. Некоторые подготовлены, но вот это нет. Не все, за что берется Крылов, довольствуется на конце. Ну вот, так вот, в этой книжке собраны абсолютно все концепции, все взгляды на семиотику. Автор очень компетентный и знающий человек. Он собрал действительно немыслимое какое-то количество информации о том, как, где, в какой связи используются семиотические понятия. И там действительно отображена картина, которая сейчас существует в семиотике. Так вот, я там не нашел в этой книге ни одного действующего семиотического коллектива. Ну, таких вообще просто нет, на самом деле. Начать с того, что просто семиотика не преподается нигде. Ну, или преподается на уровне того, что рассказывается о том, что говорил Сассю, что говорил Пирс, что говорил тот, что говорил этот. Но никаких теоретических новшеств просто я никогда не видел в литературе. Не видел, чтобы были какие-то новые рассуждения о том, как устроен знак. Не видел, чтобы были какие-то новые рассуждения о том, как устроен коммуникативный акт. Вот со времен там был такой замечательный немецкий исследователь Малецкий. Вот он создал самую сложную схему коммуникативного акта, но я ему конкурент в этом смысле. У меня тоже сложное, я независимо от него это все делал. У нас с ним самые сложные две схемы. В принципе, они эквивалентны, приблизительно по сложности. Но после Малецки никого в этой области не было, и все ориентируются вообще на Ласового. Это американская традиция, есть такой еще один специалист, который занимался анализом немецких идеологических текстов, фильмов, хьес, произведений, поэтических произведений и так далее. Он занимался этим во время войны, и после войны на этом сделал, собственно говоря, теорию целую, построил, и все опираются после этого на него. То есть после фашистов никого не было. Как будто... Еще коллеги? Да. Юля. Здравствуйте. Меня зовут Абла. Вот у меня вопрос о языке, как о системе знаков. С точки зрения лингвистики, с точки зрения сосюра, между означаемым и означающим нет никакой связи. Ну, то есть непроизвольно она, да, немотивируемая. Произвольно-немотивируемая. Ну, это вот с точки зрения сосюра, да. А какие другие есть версии? Можно ли объяснить, почему слово получило именно такую оболочку звуковую? Да, ну, вот я теперь понимаю, что я не договорил о Платоне. Платон, на самом деле, все это уже, уже Платон все объяснил. Значит, Платон как раз и заметил, что если говорить о природе и о социальной какой-то договоренности, то, значит, смотрите, имеется объект, да, у объекта имеется эйдос объекта. Эйдос объекта должен воспроизводить какие-то черты объекта. Следовательно, он по природе. Понимаете? В некотором смысле. Потому что он аналог, как бы, теоретический аналог, вот эдетический аналог этого самого объекта. Дальше. Эйдос имени. Он должен согласовываться с эйдосом предмета. Значит, он тоже по природе дается. Потому что он должен отображать свойства обозначаемого предмета. Понимаете? Вот так, что если человек, то человек без первой двуногой, как говорил Аристотель, вот, значит, это отображает некоторые свойства предмета. Понимаете? Определение там человека. Таким образом, интенсионал тоже по природе. А вот означающие уже не по природе. Поэтому, в принципе, и те, и другие были правы. И то, понимаете, означающие не по природе, это если не говорить об адиафонах. То есть о звукоподражаниях. А звукоподражаниях вполне себе по природе. Значит, таким образом, Сассиур очень сильно огрублял ситуацию, когда он говорил, что знак никак, в общем-то, означающий не связан с означаемым, связь между ними абсолютно условная, как и так далее. То есть это тоже некоторый миф. И обусловлено, прежде всего, тем, что лингвисты вообще-то занимаются, ну, и диафонами практически всерьез не занимались. То есть, если я вам скажу, там, скажем, ха-ха-ха, это сколько грамматических слов? Ха-ха-ха. Вот сколько здесь грамматических слов? Ни один лингвист вам на этот вопрос не ответит, потому что для этого надо думать, как определяется грамматическое слово, какие бывают виды грамматических слов, и, значит, как, собственно говоря, определяется корень, для этого нужно понять, как определяются аффиксы, и как определяются критики, которые составляют отдельную категорию вот в этой классификации. вот так что совсем просто действительно как-то огрубил, очень сильно огрубил ситуацию. Идиафоны — это безумно важный класс языка с двух точек зрения. Во-первых, ну, в некоторый период, помните, вот как дети говорят, там они точно говорят, я ему бац, он мне бац, я ему трах, он... и так далее. То есть они общаются, вот, в некоторый период развития они общаются исключительно диафонами. Во-вторых, идиафоны — это самый древний вид знаков, который существует в языке, потому что основным свойством знака зоосемиотической системы является его нерасчлененность и некомбинируемость. Один знак — одно сообщение. Оно не делится ни на глаголы существительные, ни на что не делится. И в языке, в естественном языке, вот эти вот междометия, каждое междометие составляет целое предложение. Понимаете? Это единственный такой класс слов в языке, который составляет сразу целое предложение. Сообщение. И это атовизм некоторый, понимаете, семиотический атовизм, который роднит идеофоническую систему с зоосемиотическими системами, вот, и как раз доказывает основную мысль, которую бы я вам начал развивать, если бы я говорил с вами о происхождении языка, что на самом деле вот звукоподражания это та ровная система, которая, из которой вырос язык. Больше никакой системы предположить здесь нельзя, потому что только у идеофонов имеются свойства, из которых могли потом вырасти имена нарицательные, глаголы, существительные, и так далее. Только вот у идеофонов есть такие свойства. Ни у каких других видов знаков нет свойств, из которых могло бы вырасти все здание языка. У вас звукоподражательная гипотеза достаточно украинена в традиции, как одна из... Вот именно как одна из. Но у меня такое вот есть мнение, что надо ее оставить в единственном числе. Все остальные все остальные гипотезы, они в общем несостоятельны. Спасибо, да. К сожалению, сегодня все-таки наше время стекло, но я очень надеюсь, что Александр Калаевич не будет в против. Есть и пригласите, я с удовольствием. Я с удовольствием пригласим. Спасибо. Я напоминаю, что вот каждый четверг в 7 часов вечера в следующий четверг перед нами выступит известный французский историк, социолог Алексей Берилович. Рассказ будет о некоторых проблемах истории советского крестьянства 17-39-го года. Приходите. Продолжение следует...